Приветствую вас, друзья, на своем канале. Если вы планируете ремонт в самом зле, то это видео будет полезным для вас. В этом видео я расскажу о наиболее часто встречающихся ошибках при ремонте ванны и туалета. И на примере этой ванны я расскажу, что не стоит делать и на что слегка. Вторая и наиболее распространенная ошибка, это в том, что люди не хотят переделывать сантехнику. В данном случае стоит полотенцесушитель от застройщика, торчат полипропиленовые вот эти вот фитинги, переходники. Это все можно было спрятать, перенести полотенцесушитель на любую другую стену, поставить его красивым. В данном случае человек будет 20 лет жить и смотреть на эти вот... Если у вас старый дом, то обязательно переделывайте все трубы, перепаивайте все, потому что если потом, уже после укладки плитки, эти трубы начнут течь, то потом уже будет проблематично их применять. Поэтому всегда вызывайте сантехников, брячьте все в стену, делайте штробы, прокладывайте новые трубы. Вторая наиболее распространенная ошибка, это по поводу электрики. Всегда продумывайте схему электрическую перед работой в ванне. В данном случае здесь только один выход, вот этот вот остался на свет, и больше нет ничего. Здесь можно было сделать розетку, для того, чтобы пользоваться какими-то там приборами, бритвой или темпфеном. Во-вторых, можно было свет еще дополнительный сделать. Здесь один свет для зеркала, а там основной. Здесь продумано это не было, хотя заказчицу мы предупреждали. Третья наиболее распространенная ошибка. Всегда продумывайте расположение проекта в ванне. Потому что здесь поставили ванну, вот в данном случае так, уже сюда не влазит стиральная машина, только остановится умывальник. Если бы ванну расположили поперек, тогда сюда бы с запасом стала стиральная машина и умывальник. А в данном случае получается, что ванна занимает все пространство. То есть сама ванна занимает все пространство и все, и больше здесь нечего поставить. При дизайне плитки в ванной комнате не увлекайтесь, потому что чрезмерное количество деталей может только навредить. Любой производитель плитки, то есть если вот плитка основная, вот белая или черная, она стоит дешево. А вот эти все элементы, бордюры, приз, вставки, они все стоят дорого. И любой производитель старается продать как можно больше этих элементов. В основном эти все элементы стоят дороже, чем эта вся плитка. Поэтому, когда приходите в салон керамической плитки, и дизайнер вам навязывает неимоверное количество бордюров, призов, вставок, то есть вы на это не ведитесь. Потому что получается винегрет. То есть в данном случае, этот бордюр, вот этот вот, он даже мешает. Потому что сюда сейчас надо поставить умывальник, а этот бордюр, он выступает. То есть он выступает на полсантиметра. И получается, что умывальник толкнулось не местами. То же самое здесь. Обналичник двери не сможет быть плотно к плитке, потому что здесь сверху бордюр мешает. Здесь практически на грани. То есть пришлось бы пили чашечки, чтобы вставить смеситель. Поэтому дизайнеры не от чувства прекрасного советуют такое неимоверное количество бордюров и призов. Просто у них цель продать. Пятая и шестая ошибка. Всегда меряйте дверной проем. Узнавайте двери, которые вы будете ставить. Спрашивайте, какой должен быть дверной проем. Меряйте и заранее делайте правильный дверной проем. Бывает часто так, что уже уложена плитка, все готово. Приходит замерщик. И хоба-ра, дверь нестандартная. И соответственно в два раза дороже, чем стандартная. Поэтому перепроверяйте все дверные проемы. Это касается не только ванны, это касается всей квартиры. Бывает так, что заливает стяжку и поднимается полотно на 5 сантиметров. Дверной проем уже все. То есть получается нестандартный. И шестая ошибка. Всегда выравнивайте стены в бане. Потому что дверь станет по уровню. То есть теоретически плитку можно положить не по уровню, но дверь будет стоять по уровню. И поэтому для того, чтобы не было зазоров, для того, чтобы красиво стоял в наличник, должны быть стены все выравненные. То есть всегда, когда приходит к вам мастер, просите его, чтобы все стены были идеально ровные. Чтобы не было такой ситуации, что укладка плитки на ляпы. Седьмая ошибка. Вот эти вот сантехнические люки, их тут аж три штуки прямо, можно было сделать на магнитах. То есть открывалась бы плитка на магните. И соответственно вот этих вот пластмассовых люков дешевых, их бы не было. Что для этого было надо? Для этого надо было немножко продумать проект плитки. Чтобы плитка получалась как раз на водомере. И тогда бы уже при соске плитка снималась бы. Она бы была засиликонена и у вас была бы полностью стена из плитки. В данном случае решили пойти самым простым путем. Просто купить пластмассовые люки. И сделать вот такое. Следующий важный вопрос, это вопрос вентиляции. Многие люди даже об этом не задумываются. Но на самом деле, это очень важный момент, потому что в санузле и в кухне это основная вентиляция всей квартиры. Здесь в данном случае там ванна, здесь сквозной вентоканал, а здесь основной. Можно поставить электрические вентиляторы. Но для этого надо заранее проложить кабель. Можно отдельно разграничить вентоканалами ванну и туалет. То есть запахи, чтобы из туалета не попадали в ванну. Ну и в принципе, думайте об этом заранее, потому что многие об этом даже не думают. Потом уже, когда все готово, спрохватились. А, мне знакомая говорила, что можно было там сделать вентоканал какой-то. Поэтому думайте об этом заранее. Самая последняя ошибка, самая распространенная. Выбирайте правильного мастера, профессионала. Приходит мастер, спрашивайте, не стесняйтесь. Как он будет делать плитку? Какие технологии он будет использовать? Что нужно? Просите, чтобы мастер показал работу. Не на фотографии, а вживую. И тогда на все другие ошибки вы можете не обращать внимания, потому что мастер вам все расскажет. Спасибо за внимание. Если вам понравилась и пригодилась моя информация, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания. До свидания.